И я бы хотела сказать, что наша тема, она хотя и про некоторые моменты хронической обструктивной болезни легких, но все те препараты, о которых мы сегодня будем с вами говорить, и все то, о чем мы будем с вами сегодня говорить, можно применять и у пациентов с астмой, которые перенесли COVID-19. На самом деле мы абсолютно с вами понимаем, что эта инфекция, и не наша цель сегодня о ней говорить, это мало отдельной только лекции, она, к сожалению, не щадит никого, ни здоровых, ни пациентов с астмой, ни пациентов с хронической обструктивной болезнью легких, но если уже мы сегодня посвящаем семинар больным с астмой, то надо сказать, что чаще всего те пациенты с астмой, которые наблюдаются у нас, и они получают таргетную терапию, они не страдают той тяжелой формой COVID-19, которую страдают другие пациенты, и надо сказать счастье, что ни один из них, который получает таргетную терапию, у нас не умер. Ну а теперь, если мы говорим с вами о хронической обструктивной болезни легких, то я абсолютно понимаю, что вы знаете, что это за заболевание, потому что оно, конечно, является достаточно распространенным. И надо сказать, что распространенность ХОБЛ среди взрослого населения, по данным нескольких исследований, составляет в Российской Федерации 15%, а в некоторых странах достигает 20%. И мы не говорим сегодня о том, почему это, и почему запыленность загазованности, курение и так далее, мы просто говорим о том, что это тяжелое заболевание, оно ассоциировано с плохим качеством жизни больного, существенным социальным временем и риском неблагоприятных исходов. И, конечно, при ХОБЛ помимо воспаления существенную роль играет дисфункция эпителия, ремоделирование дыхательных путей и легочной ткани. Вот только что Игорь Викторович прекрасно рассказал об астме. Надо сказать, что при ХОБЛ патологический процесс носит необратимый характер, прогрессирующий характер. И, конечно, мы прежде всего говорим о том, что когда мы назначаем какие-то препараты, то мы говорим о том, действуют ли они на частоту обострения или нет. Почему? Потому что именно частые и тяжелые обострения ХОБЛ приводят к снижению функций легких, риску неблагоприятного исхода, включая летальный. Ну и, конечно, основные причины смерти – это тяжелое обострение, нарастающая дыхательная недостаточность и сердечно-сосудистые заболевания. Говоря о пациентах, которые переносят COVID-19, надо сказать, что вообще при обострении ХОБЛ идентифицируют патогенные микроорганизмы. Мы с вами очень хорошо знаем, это и вирусы, и бактерии, и их комбинация. Поэтому мы, например, с вами назначаем пациентов с ХОБЛ профилактику обострения, назначая противнимококковую вакцинацию. Но и вирусы достаточно тоже часто вызывают обострение. Это и риновирус, респираторно-сенсиальный вирус, вирус гриппа, парагриппа, метапневмовирус, коронавирус. Ну и надо сказать, что вот эта вот новая коронавирусная инфекция, вспыхнувшая в декабре 2019 года, и мы об этом с вами говорим вообще вся жизнь наша до COVID-19 и после, это тяжелая ситуация, которая в настоящее время наблюдается везде. Поскольку новое заболевание уже в 2019 году приводило к тяжелому поражению органов дыхания, зачастую осложненному дыхательной недостаточностью, острым респираторным дисцесс-синдромом, то уже с самого начала говорили о том, что при ХОБЛ могут развиваться или при хронических наших заболеваниях наиболее неблагоприятные варианты течения. Позднее это было подтверждено, что ХОБЛ входит в группу риска тяжелого течения COVID-19 и ассоциирована с исходом летальным. Надо сказать, что сказывается еще и то, что пациент с ХОБЛ, который переносит или заболевает тяжелой формой COVID-19, это, конечно, полиморбидный пациент, что может еще больше отягощать прогноз. И вы знаете, вот сейчас такая ситуация, когда мы вызываем наших пациентов на осмотр, те пациенты с ХОБЛ, которые наиболее тяжелые, и их родственники говорят, что пациенты перенесли полгода назад, год назад, несколько месяцев назад ковидную инфекцию, и у них летальный исход. Поэтому надо сказать, что это действительно очень тяжелая группа пациентов, но, естественно, что остаются и живые люди, и поэтому не только у пациентов с ХОБЛ, но и у пациентов без ХОБЛ достаточно много жалоб на различные проблемы, на утомляемость, на кашель. И поэтому мы сегодня с вами будем говорить, конечно, применительно хронической обструктивной болезни легких, но я хочу сказать, что те препараты, о которых мы будем сегодня говорить, можно применять, и если у пациента остался кашель после коронавирусной инфекции, если у него есть астма. Надо сказать, что основной мишенью вируса при тяжелом поражении легких являются клетки альвеолярного эпителия, в цитофазме которых происходит репликация. Вирус непосредственно используется в качестве рецептора для интерцеллюлярного входа IC2, афинность аспротеина SARS-CoV-2 напрямую взаимосвязана с репликацией вируса и тяжестью заболевания. Но известно даже, что особенно вот эта тяжесть сказывается, если у пациента с ХОБЛ имеется ожирение. У больных ХОБЛ риск развития выраженных фиброзных изменений легочной ткани при COVID-19 вероятно выше и связывает это с повышенной продукцией интервекина-6 и других провоспалительных цитокинов. Например, в исследовании китайского автора шоу в 2021 году среди пациентов с ХОБЛ и COVID-19 выжили только те, у которых уровень интервекина-6 оставался нормальным. Основной и быстрой достижимой мишенью для SARS-CoV-2 являются, конечно, альвеолярные клетки второго типа легких. И какие же клинические проявления COVID-19 мы знаем? Это респираторная вирусная инфекция легкого течения, пневмония бездыхательной недостаточности, пневмония с тяжелой дыхательной недостаточностью, острый респираторный дистресс-синдром, сепсис, тромбозы, тромбоэмболии. Но когда мы ведем пациента с ХОБЛ в период эпидемии респираторной инфекции, то тактика ведения должна всегда соответствовать нормативным документам, включая действующие федеральные клинические рекомендации. Игорь Викторович только что говорил о том, что появились клинические рекомендации по астме, но и клинические рекомендации в 2021 году появились и по хронической обструктивной болезни легких. Они утверждены уже Минздравом. Кроме того, появились клинические рекомендации, где вы можете найти на сайте Минздрава, и по хроническому бронхиту, по пневмонии, наконец-то. Поэтому надо сказать, что когда мы лечим пациентов, то очень легко посмотреть, что же, какие же мы должны, как сказать, как мы должны пользоваться некоторыми препаратами. Ну и, конечно, не забывать про временные методические рекомендации для лечения коронавирусной инфекции. В текущую пандемию COVID-19 опубликовано такое мнение врачей-экспертов, что необходимо лечить Хоббл в период пандемии так же, как и ранее в соответствии с разработанными принципами. Это сообщение появилось в феврале 2020 года. При этом в случае появления новых респираторных симптомов или усиления имевшихся симптомов больного Хоббл, важно оценить наличие или отсутствие признаков остро-респираторной инфекции, провести дифференциальную диагностику с COVID-19 и другими заболеваниями, сердечной, например, недостаточности, но я хочу сказать, что масса пациентов обращается, когда у наших коллег или у родственников или просто у пациентов появляются, например, признаки вирусной инфекции, и мы не можем сказать без получения ПЦР вообще, COVID это или не COVID, потому что на самом деле действительно COVID-19 сейчас поглощает все. Все эти обстоятельства и определяют дальнейшую тактику ведения пациента. Если при COVID-19 даже легкого течения есть признаки обострения Хоббл, то требуется определить степень тяжести обострения и вести пациента, учитывая подходы, описанные в разделе федеральных клинических рекомендаций по Хоббл, посвященных лечению обострения, одновременно применяя все меры по утвержденным лечению COVID-19 и другим заболеваниям коморбидным. Но мне бы хотелось сегодня рассказать о гипертоническом растворе с гиауроновой кислотой и его механизме действия при диффузном альвеолярном повреждении. Он активирует мукоцеллярный клиренс и регидратирует слизистое покрытие дыхательных путей, связывает молекулы воды, образует высоковязанный такой вязкий гель для биомеханической целостности ткани, разрушение биопленок бактерий и антиагезивное действие на бактериальную флору и стимулирует синтез интерсоциального коллагена и эластина в легочной ткани. Мы, конечно, сегодня говорим о гипертоническом растворе с гиауроновой кислотой для ингаляции. И этот препарат ингосалин, который достаточно хорошо проявил себя, и не только для борьбы с, например, с постковидными изменениями, но если мы посмотрим, то имеется 3% ингосалин, который мы можем применять и у пациентов с другими заболеваниями, да и 7%, но прежде всего, потому что он ускоряет отхождение вязкого секрета из дыхательных путей и восстанавливает и защищает легочную ткань. Что же дает гиауроновая кислота? Она связывает молекулы воды и удерживает их в межфеврулярном пространстве, участвует в защитных механизмах, стимулирует движение ресничек, защищает ткань легких от пагубного воздействия окислительных ферментов, ну а гипертонический раствор ускоряет отхождение мокроты в дыхательных путях для астматического механизма, способствует регидратации бронхиальной слизи и восстанавливает мукоцеллярный клиренс. Надо сказать, что гиауроновая кислота, она для ингаляции, как я уже сказала, 3,7% раствор, но ее качество инлекционное, и мы не разводим ингосалин, мы наливаем весь раствор, 5 мл, в небулайзер. Это премиальная гиауроновая кислота неживотного происхождения, минимальный уровень примесей, не содержит аллергенов, и высокомолекулярный глюкозаминогликан, который состоит из повторяющих гисахаридов, эноцитилглюкозамина и гиауроновой кислоты. Вот рекомендуемый способ дозирования при гиперсекреции мокроты на фоне перенесенного COVID-19. То есть по одной амболе, как я уже сказала, 5 мл раствора 2 раза в день в течение двух недель. Это 7% ингосалин. Но я прошу вас, предупреждаю, чтобы когда мы делали ингаляцию, то первый раз не сделать ее в вечернее время. Почему? Потому что у пациента может начаться такое отхождение мокроты, которое будет мешать ему спать. Поэтому лучше дождаться утра и утром сделать первую ингаляцию, а затем через приблизительно 12 часов сделать вторую ингаляцию. И я уже говорила, что ингосалин 3% имеет показания, это острые хронические воспалительные заболевания дыхательных путей, но ингосалин 7% не только применяется для лечения постковидного синдрома, но и при любых хронических воспалительных заболеваниях, при хроническом бронхите, при бронхоэктазах, при хобл, при бронхиолитах. Но я могу сказать, что у нас большой опыт применения ингосалина именно при бронхоэктазах, причем различные этиологии у пациентов с хобл и даже у пациентов, которые просто не могут откашлять мокроту. Говоря о эффективности гипертонического раствора у пациентов с хобл, то его применяют при обострении хронического бронхита, и как вы видите здесь, он улучшает мукоцеллярный транспорт, улучшает показатели функций легких и уменьшается симптомами. Но еще очень важный момент, который всегда, когда читаешь лекцию по этому препарату, задают, нет ли ухудшения, нет ли обструкции. И надо сказать, что в нашем данных мы не получали обструкцию, потому что чаще всего мы ингосалин проводим на фоне лечения бронхолитиками, как у хобл, так у пациентов с астмой. Но вот здесь, в этом исследовании, которое было проведено, не отмечено статистически значимых изменений объема форсированного выдоха через 2 часа после первой дозы и дальнейшего лечения. Ни о каких серьезных или тяжелых побочных эффектах не сообщалось. Некоторые вопросы лечения хобл. И вот тут в 2021 году Кирилл Алексеевич Зыков написал интересную статью по короткодействующим бронходилетаторам у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких, которые применяют уже пролонгированные бронхолитики. И вообще стоит вопрос, можем ли мы применять эти препараты на фоне хронических таких пролонгированных бронхолитиков или нет. Ну и вот надо сказать, что было проведено исследование ПОПСТАДИ, российский компонент, был анализ характеристик амбулаторных пациентов. И было установлено, что в составе терапии подавляющее большинство наших пациентов с хобл имеют короткодействующие бронхолитики. А более 50% больных получают сочетание короткодействующих бета-2-огонистов и короткодействующих ипротропия, например. То есть это была комбинация фенотерол и ипротропии. В проспективном плацебо-контролируемом исследовании было продемонстрировано увеличение бронходилитации при добавлении ипротропия пациентам, уже находящихся на терапии и теотропиям. Было зафиксировано повышение объема форсированного выдоха как на ипротропии, причем, посмотрите, на 230 мл, так и на фенотероле на 315 мл. В другом исследовании на фоне лечения и теотропиям, применение ипротропия с альбутамола представляло увеличение объема форсированного выдоха в первую секунду. В нашей стране сочетание препаратов, вот тех, о которых я говорил, это чаще всего представлено фиксированной комбинацией фенотерола и ипротропия. Мы долгие годы с вами применяем эти препараты. Такая комбинация используется у нас уже более 40 лет, и она обоснована воздействием на различные рецепторные механизмы, что позволяет использовать меньшие дозировки каждого из препаратов. Я думаю, что вы это хорошо знаете, для достижения желаемого клинического эффекта. В настоящее время у практических врачей есть возможность назначать фенотерол и ипротропия как в виде дозированной аэрозоли, так и раствора для небулайзера. При этом очень важно иметь возможность гибкого дозирования этого препарата. Ну и у нас на рынке появились препараты, не только оригинальные, но и дженерики. Мне бы хотелось сказать, что появился достаточно хороший препарат Астмосол Нео и Астмосол Солофарм. Это компания Солофарм, которая производит, производящая на предприятии в Санкт-Петербурге. И мне бы хотелось рассказать об этих препаратах. Ну, прежде всего, Астмосол Нео. Когда мы говорим об этом препарате, то это дозированная аэрозоль в комбинации двух препаратов, бронхолитическое средство комбинированное, и мы используем его как дозированную аэрозоль. Показания к применению. Это профилактика и симптоматическое лечение обструктивных заболеваний дыхательных путей с обратимой обструкцией, то есть как при ХОБЛ, как при Астме. Ну и фармакологическое действие. Я уже говорила об этом. Это ипротропия бронид-эмхолинолитик, фармакотерапевтическая группа, бронхолитическое средство комбинированное, и фенотерол-селективный бета-2-агонист, то есть ипротропия плюс фенотерол. И фармакодинамика препаратов содержит два компонента, которые оба обладают хорошей бронхолитической активностью. Как я уже сказала, увеличивается объем форсированного выдоха после ипротропия бромида на 15% за первую секунду, увеличивается пиковая скорость выдоха на 15%, не сказывается отрицательное влияние на секрецию связи и мукоцеллярный клиринс. Фенотерол-гидробромид вызывает расслабление гладкой мускулатуры бронхов и сосудов, противодействует развитию бронхоспастической фиации, и при совместном применении этих двух действующих веществ бронхорасширяющий эффект достигается путем взаимодействия. Адитивный эффект, они увеличивают действия друг друга. Ну и осмосолнео, это дозированный, как я уже сказала, ингалятор МДА, применяется при неотложных состояниях у пациентов, с обструктивными заболеваниями легких. То есть, ну это любая экстренная помощь в нужный момент. Противопоказания, мы уже тоже их хорошо знаем, потому что мы не первый год работаем, а уже 40 лет. Это гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, тахиаритмия, повышенная чувствительность к фенотеролу-гидробромиду, атропиноподобным веществам или другим компонентам. Первый триместр беременности, детский возраст до 6 лет. Его следует применять индивидуально, взрослым и детям старше 6 лет. В большинстве случаев для купирования симптомов достаточно 2 ингаляционные дозы аэрозоля. Ну и в течение 5 минут у пациента имеется облегчение. Если его нет, то мы можем снова сделать 2 ингаляции дозы. Прерывистая длительная терапия, ну надо сказать, что, конечно, мы назначаем чаще всего только не для длительной терапии. Для длительной терапии существуют длительно действующие бронхолитики, а тогда, когда на этом фоне случается какая-то беда. Например, больной задохнулся от того, что у него развилась остро-респираторная вирусная инфекция. Он пробежал по улице, у него какой-то, как сказать, неприятный момент. То есть у него развился приступ удушья. Форма выписка МДА. Это позволяет осуществлять разлив чувствительных препаратов и суспензий, что обеспечивает удобство, гарантирует герметичность и, конечно, достаточно хорошая технология МДА. Преимущество, как я уже сказала, это комбинированный состав. И, конечно, я уже не буду повторять снова, но современная технология МДА – это синхронизация вдоха и нажатия на клапан, компактный размер, но, конечно, лучшее соотношение цена-качество. Но AsthmaSol SoloFarm есть еще и в другом. Посмотрите, это флакон. И здесь мы имеем нажатие на вот этот флакон соответствует, если одно нажатие, то это 0,1 – 2 капли, 5 нажатий – это 0,5 – 10 капель, и это мы уже с вами говорим о небулайзерной терапии. 10 нажатий – это 20 капель 1 мл, и если 20 нажатий, то 2 мл – 40 капель. То есть это наиболее быстрое решение, если у пациента имеется бронхообструктивный синдром, и мы имеем небулайзер. То есть это 20 мл со струйным таким диспенсером, который достаточно очень удобен для того, чтобы быстро получить то количество капель, которое нам нужно для оказания помощи. Ну и надо не забывать, что AsthmaSol и третья форма его есть, то есть это форма выпуска с растворителем натрия хлорид. Обращаю ваше внимание вот на эти вот такие интересные небулы, когда мы можем с вами юнидозы, их так называют 1 мл, то есть мы видим здесь и ампулы растворителя натрия хлорид, то есть мы можем использовать еще и эту форму, и нам всегда нравится, когда у одного препарата мы имеем разные способы доставки, а здесь еще и разные способы выпуска для лечения пациентов. Какие же преимущества препарата AsthmaSol для пациентов? Ну прежде всего я уже сказала, что благодаря выпуску AsthmaSol не только в виде полимерных ампул, но и флакона, этот препарат удобен в использовании с минимальным риском ошибок дозирования. Кроме того, доступная стоимость курса лечения сэкономит бюджет пациента. Поэтому сегодня мы говорили о тех препаратах, которые мы можем применять как для лечения ковидного синдрома, и мы уже с вами постковидного синдрома об этом говорили, так и если у пациента не было ковид, но у него есть заболевания, сопровождающиеся или обструкцией, или отхождением, плохо, плохим отхождением мокроды. Спасибо за внимание, жду ваши вопросы. Спасибо. 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 Спасибо.